Работодатели представили вакансии для вынужденных переселенцев из Украины. Анапский хлебокомбинат и компания «Монолитстрой» готовы принять граждан соседней страны на работу. Кроме того, представлено более трех тысяч вакансий в Анапе и по Краснодарскому краю, возможно, даже с предоставлением жилья. У нас организованы пункты временного размещения граждан Украины, в которых находится на сегодняшний день более 300 человек. Вчера администрация совместно со службами также объезжала все эти пункты временного размещения и приглашали граждан на данное мероприятие. Поэтому мы думаем, что будет более 300 человек. Наталья Бойтенко была бы и рада съездить на собеседование в другой город, но не располагает средствами. Ярмарка вакансий в Анапе для нее отличный способ найти работу по специальности. Денег нет для того, чтобы поехать куда-то, что-то узнать по образованию и общий воспитатель. Специалисты Управления социальной защиты населения миграционной службы, Управление здравоохранения и образования консультировали посетителей во время проведения ярмарки. Граждане Украины или вынужденные переселенцы, которые официально оформили статус временного убежища, имеют право на государственную поддержку в России. Специалисты разъясняют им права и условия оказания помощи. Мы вообще по профессии по своей ищем, маляр-штукатур. Ну вот смотрим, тут штукатур, сейчас маляра еще посмотрим. Работал шахтером, а сейчас не знаем. Вакансий пока нет, пока не нашли работы. Три месяца здесь, пока не работают. Те, кто не успел или еще не выбрал место работы и нуждается в материальной помощи, обращаются к акции «Вторые руки». Граждане Украины выезжали из своей страны поспешно. Большинство нет теплых вещей. На сегодняшний день 656 человек уже воспользовались услугами такой акции. Губернатор Кубани Александр Ткачев в рамках программы «Помощи беженцев» инициировал акцию «Соберем детей к школе». 380 детей, которые пошли в школу Анапы, получили рюкзаки, полностью укомплектованные школьными принадлежностями.